На льду десятки ребят и сразу как минимум пятерка тренеров. Ульяновские мальчишки, занимающиеся хоккеем с шайбой, несмотря на начало календарного лета, продолжают тренировки. Да и как не посетить занятия? Ведь приехали гости из столицы, представляющие школы столичных клубов. ЦСКА, Динамо и Спартака и других команд высшего эшелона. Для провинциального по шайбовым меркам Ульяновска небывалый шанс. При этом совместно с местными ребятами тренируются и их сверстники из других городов. 12-летний Саша Киселев, например, приехал из Орла. Тоже провинции по хоккейным меркам. Хоккей для меня это моя жизнь, можно так сказать. А тренировки всегда по-разному. Мы можем расслабиться, а есть и серьезные нагрузки. Серьезных нагрузок куда больше. В этом уверены и гости из столицы, и местные тренеры, как раз и пригласившие коллег в Ульяновск. Попросив при этом, что называется, нагрузить подопечных по полной. Разница между ребятами в столице и здесь есть. Говорят гости. Но у местных ребят есть все возможности, чтобы подтянуть уровень. Конечно, отличие есть от этого. Ну что, надо больше тренироваться, и тогда, можно сказать, все будут одинаковы. Все только зависит от работы и усердия, трудолюбия. С усердием, трудолюбием. Как у этих ребят? Все замечательно. Абсолютно. Молодцы стараются. Выкладываются по полной. Местные хоккеисты в полной мере оценили нагрузки. Однако, бросать занятия никто не собирается. Да и пропусков тренировок с приезжими наставниками нет или почти нет. Первых, они полезны и дают очень много сил. Ты, конечно, стоишь, приходишь домой, ноги отволивают, сразу ложишься спать. Основные нагрузки для полевых хоккеистов. Однако, свой мастер-класс, пусть и небольшой, был и для вратарей. Но в будущем, возможно, галкиперам уделят больше внимания. Столичные гости провели в Ульяновске неделю. И каждый день у них были тренировки с ульяновскими мальчишками. Возможно, подобные мастер-классы будут проводиться и в будущем. Ну а пока юным ульяновским хоккеистам не до отдыха. Обещают, что лед в Фоклидер не будут растапливать в течение всего лета. А потому ледовой практики у ребят будет достаточно. Игорь Кранцев, Сергей Свечников, Вести Ульяновск.